Стало уже доброй традицией на берегу этого пруда говорить о Италии. Только сейчас хочется коснуться не Италии средневековой, там или ренессансной, а Италии римской. И поговорить о вообще каких-то движущих силах политической жизни Древнего Рима. Потому что, понимаете, мы в нашей современности привыкли к каким-то разговорам о конспирологии, о мировой закулисе и так далее. И, в общем-то, это не совсем уж такие разговоры. Они бывают вульгарные, но, по крайней мере, не беспредметные, поскольку, ну, чтобы далеко не ходить, вот Франция. Там, по сути, мы были свидетелями обрушения всей политической системы. То есть, вот сто лет существовали, даже больше, с конца 19 века вот эти французские выборы. Были там правые партии, были центристские, были левые партии, были совсем ультралевые коммунисты. А сейчас все это вбалилось, все куда-то делалось, и предстояли друг другу два кандидата. Мари Лепен, лидер ультраправого, как говорят, а на самом деле просто правого национального фронта. И не весь откуда взявшийся, как чертик из табакерки, Макрон со своей партией там вперед или как-то так. Вот, всегда, когда ставят партию без смысла, ее называют вот там Форция Италия, там, или вперед Россия, да, ну вот вперед там с Макроном. Макрон прям тезка некоего префекта, который убил императора Тиберия в первом веке нашей эры. Да, то есть, вот как бы куда-то все делалось, куда-то все слиняло, да, осталось вот не поднялись что. Ну, и то же самое можно посмотреть по другим странам, вот, то есть, к своему не то, чем кажется, и политическая система, которая нас пичкает, и всякие учебники политологии, она, ну, скажем так, сильно не соответствует реалиям. А что же, так сказать, вот в Риме-то было? В Риме было непонятно, потому что он был от нас очень далеко и давно, и, в общем, мы знаем, что там в течение длительного времени, ну, сперва в республику боролись, допустим, оптиматы и популяры, то есть, лучшие и народные. Оптиматы это были, так сказать, сенаторы, это как бы сенатские олигархи, это лучшие роды, а популяры это были, по сути, те же самые представители высокопоставленных родов, но искавшие поддержки среди других сословий, среди всадников, в армии и так далее. Ну, это еще куда не шло. А потом, когда, так сказать, уже утвердилась империя, можно говорить о сенатских и солдатских императорах. То есть, по сути, то же самое, но в большей радикализации. И вот это совсем уже непонятно, потому что сенаторы, это лучшие люди, понятно, да, это как бы пара, тройка, сотен семейств, которые правят страной, а мы знаем, что любой крупной страной, даже мелкой, правит обычно 200-300 семейств. Как мы знаем из истории, 200 семейств правили Венецией в средние века, 300 семейств правит США, то есть, даже масштаб страны не имеет значения. Вот это люди спаянные, конечно, так сказать, родством, всевозможными системами отношений. Это как бы гидра, гребница. А что же с противоположной стороны политического спектра? Что же у солдатских императоров? А ничего, просто какие-то легионы бунтуют и, так сказать, на них идут войной, захватывают власть, так сказать, и руководят страной. Потом, правда, периодически сенаторы их убивают, пишут о них гадости, потому что, как правило, летописная традиция, она была сенатская. Вот, тоже взять того же Тацита, или там, так сказать, жизнь 12-й Цезарей, по-моему, Дранклилла. Все то же самое. Цезарь все были сплошь негодяи и убийцы, и, так сказать, кровосмесители, и вообще нехорошие члены. Но, вот, тут одно настораживает. Как вообще можно было, опираясь на легион, победить, так сказать, правящую олигарху? То есть, ну, вроде как, сражение-то выиграть можно. Но, во-первых, эти солдаты и офицеры, это люди, которые, в общем, не способны к политической деятельности, как правило. Ну, вот так они устроены. Такие люди туда идут, и там специфически вырабатывают свои люди качества. То есть, люди, в общем, дисциплинированные. И, если даже они бунтуют, то, опять же, они все равно норовят каких-то политиков выдвинуть от своего имени. Не сами действуют. Ну, если брать 20-й век, там, 19-й, мы знаем военные хунты, да. Ну, военные в той же Латинской Америке. Ну, военные хунты, они не сами по себе существуют. Там тот же Пиночет, он не сам по себе был, а, так сказать, за ним стояли США, там, да, там, реформы экономические ему, Чикагская школа, там, производила и так далее. Я, в общем-то, и другие хунты, либо там они, так сказать, держались англичан, там, и международного финансового капитала, либо непосредственно в США ходили. То есть, самостоятельными они быть не могут. Вот, а в Риме они, вроде как, были все самостоятельные. Ну, представьте себе, ну, взбунтовались солдаты, ну, даже офицеры взбунтовались. Ну, во-первых, идти на Рим, это же страшно, это бросать вызов всей существующей системе. Во-вторых, ну, захватили его Рим, а дальше-то чего? Как вы будете управлять? Да у вас же как детей сделают эти политики матюрые. Эти самые офицеры, генералы, они же своего императора продадут же в раз этим политикам, знаем, видели. Но, вот, если говорить, допустим, много странного в Риме. Например, император Север, вот, пришел к власти в начале 3 века, да, он сам был, якобы, по посажению, финикиец, то есть, родственник древних, так сказать, упробленных в рабство карфагениан. Когда он захватил власть, вот, после гражданской войны, то он в Риме поставил памятник Геннибалу. Ну, странно, согласитесь, прошло 400 лет со дня смерти Геннибала, вот, а Север помню, что он какой-то там его родственник. Ну, не очень убедительно. Но это показывает, что какие-то, в общем, процессы были в Риме, а какие мы за давностью не можем усмотреть. Хотя, вроде бы, есть, как бы, хроники, есть исторические сочинения, довольно много. Но вот чего-то в них не хватает, уж я не знаю, чем это объяснить. Допустим, читая об императоре Диоклетиане, это конец 3 века, ну да, вот он установил очень странную систему. Тоже, в общем-то, он был солдатский император, захватил власть и установил сперва Диархию, а потом Тетрархию. Да, Тетрархию. То есть, сперва он взял себе соправители, и они империю поделили на западную и восточную. А потом каждому себе и своему соправителю он еще по соправителю поставил. И, как бы, стали четыре части империи. И при этом эта система существовала в течение, ну, 15, там, условно говоря, более лет. Ну, вот, тут хорошее слово было. Употребили по отношению к нему английские историки слово «хунта». То есть, да, по сути, это была группа каких-то офицеров, которые держались вместе довольно долго, сделали карьеру. Военная хунта. Но, как мы знаем, военная хунта, она не сама по себе существует. А кто ее поддерживает? Непонятно. Понимаете, если это были, допустим, крупные латифундисты, ну, что такое крупный латифундист против военного диктатора? У него его латифундию отобрать элементарно можно. Сенаторов, как мы знаем, Диаклетиан прижимал и старался отстранить от реальной власти. Хотя до конца ему это, разумеется, не удалось. Можно предположить, может быть, какая-то глобальная сеть за ним стояла, так сказать, торгово-финансовая, которая контролировала эти процессы и как-то его спонсировала. Ну, вот тут была версия в ЖЖ, что, например, за останием Спартака тоже стояли какие-то эллинистические, там, медитские, там, не знаю, сирийские магнаты. Ну, тоже могло быть и в более поздний пол. В общем, вопрос остается открытым, многого мы еще не знаем. Спасибо за внимание. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. У вас будет много новых интересных передач. Спасибо.